Нина Павловна живет у прудов в Брагине почти 40 лет. Ей часто приходится пользоваться дублером Ленинградского проспекта. Там необходимы ей магазины. Говорит, раньше до них добираться было проблематично. Здесь не было тротуара. Здесь просто была проезжая дорога. И вот машина едет, нужно куда-то на базон сворачивать. Теперь тротуары появились. Вместе с новыми дорожками до остановок, знаками, разметкой и отремонтированной проезжей частью. Этот участок попал в программу «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнены качественно, поэтому претензий визуальных никаких нет сейчас. Все дороги очень красивые, разметка везде уложена качественно. Плюсом к тому, что есть нормальные лабораторные анализы, значит все хорошо. По программе в областном центре ремонтируется 29 дорог. Срок сдачи 20 октября. И накануне комиссия проверяет результат. Один из основных подрядчиков этого сезона – дорожное управление Вологды. Опытные строители магистрали вымуштрованы федеральными заказчиками и работу свою знают. По сути, федералы у нас подрядчиков очень хорошо учат работать. То есть, если такой подрядчик заходит в город, то сомнений в качестве нет. Он научен. Волокжанам досталось по контракту 11 улиц. И пока при приемке были выявлены лишь мелкие недочеты. Лисицыно-Володарского, Тургенева, Свердлова, Некрасова – это по центру. Значит, следующее – Республиканский, Полушкино-Роща и Панино. Дублер? Ну, дублер, соответственно, на котором мы стоим. Самая длинная из отремонтированных дорог – Республиканский проезд. Улица, которая идет параллельно Автозаводской. Протяженность почти 5,5 километров при достаточно большой ширине получается 85 тысяч квадратных метров. Сумма контракта – около 100 миллионов рублей. Мы со своей задачей на этот год справились. В общем-то, сделали хорошее дело. Люди действительно стали по этим дорогам ездить. Раньше здесь движение, в общем-то, когда начинали здесь делать, то движения не было вообще. Вологодский подрядчик по своим улицам отчитался. Притензий к нему нет. Гарантия на дороге 4 года и лучше Нины Павловны тут не скажешь. Вот время покажет, как хорошо или плохо сделали. Артем Петрожицкий, Сергей Мазилов. День в событиях.